Добрый день! Вы смотрите «Итоги дня». С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 24 марта? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Что с ценами в аптеках и лекарствами для льготников в Ульяновске? В Ульяновской области отменили ряд коронавирусных ограничений. На мобильных флюорографов прошли обследования более 11 тысяч ульяновцев. Писатель, библиотека, читатель более 2000 книг-новинок представил Дворец книги. В Ульяновской области отменили ряд коронавирусных ограничений. С 24 марта в Ульяновской области разрешается полная заполняемость театров, концертных и спортивных мероприятий. Снимаются ограничения с работы кальянах. Дополнительно отменяется соблюдение социальной дистанции между гражданами в местах массового скопления людей. Также снимается требование по самоизоляции. Медицинское наблюдение за жителями области, вернувшимися из-за границы, будет осуществляться в случае возникновения симптомов заболевания. Открыть больничный лист будет возможно дистанционно, но закрыть только после очного осмотра врачом-терапевтом. В медицинских учреждениях региона возобновляется плановая госпитализация и диспансеризация. При этом в Ульяновской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сохраняется масочный режим. Срок действия режима повышенной готовности в регионе продлен до 1 мая. Алексей Русских провел личный прием граждан. Жителей интересовало строительство медпункта в Индинском районе, обустройство уличного освещения в Барышском и пуск газа в Старокулаткинском. Глава региона провел личный прием граждан. Жители села Кудожлейка Барышского района пожаловались на отсутствие уличного освещения. Населенный пункт небольшой, в нем проживают около сотни человек. Тем не менее, на все село работают лишь пять фонарей. Работы по установке новых начнутся в мае. Направим от 223 тысячи рублей на Кудожлейку для того, чтобы начать эту работу. И в первую очередь поставим три опоры. Проведем три сети на улице Молодежной, в районе домов 12, 20 и один на улице Мер 26. В селе Оськино Индинского района построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Старый находится в здании 1973 года. У дома просел фундамент, в стенах образовались трещины, разрушается кирпич. А медпункт обслуживает не только жителей Оськино, но и соседнего поселка Подгорный. Бюджетом подтверждено, в апреле у нас должна начаться стройка и будет она продолжаться 6 месяцев. Срок сдачи 31 октября этого года. Поэтому, ну давайте полгода потерпим, осенью у вас будет уже факт новый. Помогли устроить в ясельную группу детского сада номер 197 и девочку Альбину. Направление должны вручить до 31 марта. Также обсудили вопрос подключения к газу домов жителей села Средняя Терешка Старокулаткинского района. Работы завершат к концу октября. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Сахар, средства личной гигиены и лекарства. В магазинах или аптеках товары либо в дефиците, либо выросли в цене. Люди стараются запастись впрок, скупая все подряд. Стоит ли так повышать спрос? Разбиралась наша съемочная группа. Аспирин, парацетамол все так же по 29 рублей. Популярные отечественные жаропонижающие препараты не выросли в цене на фоне антироссийских санкций, заявляют нам в ульяновских аптеках. Чего не скажешь о другой категории препаратов и зарубежных лекарствах. Подорожали, вот недавно только покупал карбоксилаз, 100 с чем-то, 120 было. Сейчас уже 235. Конечно, подорожали. И сейчас попадете в другую аптеку посмотреть? Да, сейчас туда посмотрю, если. Может, там подешевле, если нет, сюда приду, так и так. Что-то подорожало, что-то подорожало на 10%, что-то на 15%. Но вот сейчас женщина брала амепрозол, амепрозол вообще не подорожал. До этого мужчина у меня как-то брал ксарелта, вот двадцатку. Он стоил 3,300, сейчас 3,600. То есть подорожание, но небольшое, то есть не критично так. Тем временем в аптеках уже две недели не спадает ажиотаж на лекарства. Согласно статистике, только за неделю с 28 февраля по 6 марта лекарства покупали в 20 с лишним раза больше, чем неделей раньше. Такое поведение людей объяснимо. Каждый нуждающийся боится остаться без таблеток. Конечно, был вот очень большой ажиотаж на препараты. Все скупали препараты много в себе на всякий случай, на месяца, на три месяца. Был ажиотаж. Но вообще сейчас все равно все препараты есть. Даже если какие-то там бывают сбои с поставками, ну потому что скупили люди. Все равно мы все привозим. Даже если чего-то там иногда не бывает, то мы предлагаем аналоги. Об отсутствии угрозы сбою поставок препаратов говорят и представители крупнейших международных фармацевтических компаний. К примеру, известная японская марка, выпускающая антибиотики. Препараты для лечения рака предстательной железы, а также лекарства, применяемые в урологии, не планируют уходить с российских аптечных прилавков. Более того, они намерены локализовать в стране выпуск новых медикаментов. Я пока не слышал, чтобы какая-то фармацевтическая компания заявляла о своем намерении уйти с российского рынка. Такой информации у меня нет. Судя по тому, как мы общаемся с нашими коллегами, мы также не видим никаких намерений того, чтобы компания пересмотрела свои планы присутствия на российском рынке. В госаптеках, которых по Ульяновской области 38, поставки лекарств идут в штатном режиме и без перебоев. Препаратов закуплено на сумму свыше 500 миллионов рублей. Доля импортных медикаментов для льготных пациентов составляет порядка 45%. Пока не ощущаем мы на себе какие-либо перебои. То есть это достаточный запас и инсулинов, запас достаточный сердечно-сосудистых препаратов и лекарственных препаратов для лечения так называемых арфанных заболеваний и онкозаболеваний. Запасы льготных лекарств хватит на ближайшие три месяца. Кроме того, закупки профильным министерствам не приостановлены. Повода для паники нет. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Данил Сурков, Герман Баранов, Улправда ТВ. В Ульяновской области проходит месячник борьбы с туберкулезом «Не пропусти». В рамках акции ульяновцев пригласили пройти обследование в передвижном флюорографическом кабинете. Сделать снимок легких горожане смогли в центре города, на улице Гончарова. Флюорографию рекомендуют делать ежегодно. Обследование способно выявить недуг на ранней стадии. А чтобы сделать снимок легких ульяновцам, не пришлось посещать медучреждения, контактировать с больными пациентами. Пройти обследование в упрощенном варианте смог каждый желающий. Никакие документы для профилактического осмотра не понадобились. Ну, очень удобно. Я шел просто совершенно случайно. Увидел, что здесь без очереди практически и без проблем, без документов, фамилии, имя, отчество, год рождения, адрес и все. Очень удобно. Меня это очень обрадовало. Я год назад делал и решил, что это очень удобно. И подошел и сделал. Передвижные флюорографические кабинеты оснащены современной цифровой техникой. Это позволяет с максимальной точностью и в большом количестве проводить профилактические медицинские осмотры. Только за этот год на мобильных флюорографах прошли обследование более 11 тысяч ульяновцев. Основное преимущество передвижного флюорографа – это мобильность, это возможность работы в сельской местности, то есть в удаленных населенных пунктах для улучшения доступности медицинской помощи. И, конечно же, современное оборудование, которое с низкой лучевой нагрузкой. Это порядка 0,05 миллизиверта. То есть это очень маленькая доза, но где-то в два раза меньше, нежели чем обычная классическая рентгенография легких. К месячнику борьбы с туберкулезом подключилась региональная общественная организация «Российский Красный Крест». Совместно с волонтерами информируют население о том, что за болезнь такая туберкулез, какую профилактику проводить, чтобы не заболеть туберкулезом. И одной из профилактик является как раз прохождение вовремя флюорографии. В конце 2020 года благодаря нацпроекту здравоохранения были закуплены 8 мобильных флюорографических комплексов. Работают они как в городе, так и в районах области. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ. Открытый перелом левого предплечья водитель в результате ДТП зажат между рулем и сидением. Когда на место приехали спасатели, автомобиль начал гореть. Все это сценарий областных соревнований среди пожарно-спасательных частей. Название «Лучшая команда главного управления МЧС России по Ульяновской области». Семь команд демонстрировали свой профессионализм во время аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧАЭС в транспорте. Основная цель данных соревнований была практическая отработка полученных навыков по оказанию коэффициентной помощи пострадавшим и повышение профессионального уровня огнеборцев. Внимание уделяется на правильность выполнения алгоритма непосредственно, как выполняются работы. Соответственно, при нарушениях данных алгоритмов у нас засчитывались штрафные баллы. За считанные минуты спасатели зафиксировали и обесточили автомобиль, разблокировали двери, разрезали опоры и сняли крышу. Далее оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали их из авто для передачи врачам. В конце пожарные должны были потушить якобы загоревшийся транспорт. Самыми быстрыми и действующими, согласно алгоритму, стали Димитровградские сотрудники МЧС 5-й пожарно-спасательной части. Второе место заняла сборная специализированной пожарно-спасательной части. Третьими стали спасатели из 36-й пожарно-спасательной части в Чердаклах. Воспитанники детского сада номер 7 проводят время с пользой. Для них педагоги придумали проект «Экспедиция в будущее». Главная цель – познакомить детей с профессиями. В детском саду функционируют несколько групп – общеразвивающие, компенсирующие направленности и круглосуточного пребывания. Где уже побывали ребята и куда держат путь дальше, узнавала наша съемочная группа. Ребята из детского сада номер 7 могут ненадолго попасть в будущее. А дело в том, что воспитатели не только следят за ребятней, но и знакомят их с миром взрослых профессий. В учреждении всего четыре группы, среди которых есть и группа для деток с тяжелыми нарушениями речи. Поэтому подход каждому ребенку индивидуальный. Мы провели с ребятами беседу о том, кем бы они хотели стать, когда они вырастут. Что им интересно сейчас на данный момент. Когда мы провели беседу, у нас родился такой проект, как «Экспедиция в будущее». Мы решили, что каждый четверг мы будем выезжать в какие-то организации, где ребята будут узнавать что-то интересное и новое. По мнению воспитателей, дети – это люди из будущего. Чтобы познакомить их с взрослой жизнью, работники детсада каждую неделю показывают дошколятам элементы будущего. Так ребята уже побывали в Центре одаренных детей «Алые паруса». Там для них провели мастер-классы и показали живого робота. Первая поездка у нас была в Центр одаренных детей «Алые паруса» Ульяновской области. Место потрясающее, действительно. Дети, когда зашли, сразу увидели этого робота, влюбились в этого робота. И желания отходить от него не было вообще. Столько интерактивных этих вещей, телевизоры, большие доски, на которых они рисовали своими пальчиками. В экспедицию отправляют разных ребят, отталкиваясь от их интересов и увлечений. На каждую новую точку отправляется команда, состоящая из заведующих, воспитателей, педагогов, детей и их родителей. Обычно это небольшая группа из 15 человек. Нас встречают и показывают нам некие инновационные процессы, новые техники, технологии. Показывают те машины и оборудование, которые будут в дальнейшем встречаться нашим деткам, когда они станут взрослыми. Второй точкой путешествия юных экспедиторов стал ФОК «Лидер», где ребята примерили амуницию хоккеистов и увидели процесс заточки коньков. Каждая поездка вызывает у дошколят неподдельный интерес и бурю эмоций. У меня больше всего понравилось в хоккее, как мы видели большую машину, которая заливает каток. Экспедиция спланирована на несколько недель вперед. Следующая точка прибытия людей из будущего – Симбирская гимназия «Дар». Алина Тихонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ. Песни под гармошку, рукоделие и спорт. Жители поселка Сель забыли про скуку, ведь им всегда есть чем заняться. Все благодаря созданному территориальному общественному самоуправлению. Местные не только решают вопросы по благоустройству и ремонту, но и интересно проводят время. Валентина Никонова подробнее. Заниматься спортом, вести здоровый образ жизни – это естественно для всех молодых. Но благодаря ТОС Дачный теперь это стало нормой жизни для людей серебряного возраста. В территориальном общественном самоуправлении был создан клуб активного долголетия, в который приходят заниматься все желающие жители поселка Сельдь. Участники своими силами проводят праздники, организуют субботники, поют песни, занимаются спортом и рукоделием. У нас 20 активистов таких, которые непосредственно занимаются в тесном таком, как сказать, контакте. Но далее у нас стали появляться следующие, значит, объединения, как вот сами пришли люди. Пришел Владимир Николаевич с гармошкой и говорит, «Зина Степановна, а что в ТОСе разве нет хора?» Я говорю, «Да пока нету. Так давайте создадим». Вот мы создали хор. И на сегодняшний день мы заняли уже третье место в конкурсе в областном. ТОС Дачный приглашает всех желающих в группу «Здоровье и позитива». Клуб «Симбирцит» предоставляет участникам тренажерный зал и зал для игры в теннис. Тренировки проходят два раза в неделю. Более двух лет Зинаида Коркина пишет проекты в сфере спортивного развития и выигрывает гранты. Благодаря этой работе сейчас в ТОСе есть свой тренер. Людмила Мирте с удовольствием занимается спортом в клубе активного долголетия «ТОС Дачный». Мне очень тут нравится. Занимаемся на тренажерах, поем, гармошка у нас, мы общаемся, ходим на всякие мероприятия. Вот устраивали здесь масленицу для ребятишек тоже, им концерты, ну как устраивали все. Татьяна Эйхман предпочитает заниматься в группе «Здоровье и активного долголетия» пением и рукоделием. Участницы ценят такие встречи за возможность живого общения. Чтобы мы дома сидели, а тут мы встречаемся, общаемся, занимаемся, развиваемся. Николай Терехин посещает клуб с осени прошлого года. Практикует занятия настольным теннисом, скандинавской ходьбой и силовые тренировки в спортивном зале. Хорошо, чтобы в зимнее время проводить время, так сказать. Летом, правда, у нас есть занятия и здесь другие, но зимой это очень хорошо. Все условия здесь есть, помещение такое. Так что мы очень довольны. Этот клуб, так сказать, существует. Сегодня ТОС «Дачный» – одно из самых успешных территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области. Недавно ТОС подал заявку на участие в конкурсе президентских грантов. По мнению председателя Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимира Сидорова, у самоуправления есть все шансы на то, чтобы получить грант на поддержку своей деятельности. Здесь, в чем особенность, как раз это же город и в то же время здесь частный сектор. Вот у нас проблема всегда была в развитии пригорода. Хорошо, что сейчас депутаты как раз нашей городской думы рассматривают, как частный сектор в городе, чтобы сейчас непосредственно его как можно активнее, как сказать, благоустраивать. Потому что вроде есть комфортная среда, городская комфортная среда, где благоустраивают территорию квартирных домов. Есть сельская, но селы благоустраивают, тоже министерство сельского хозяйства. А частный сектор в городе, это вроде не куманно, не красиво. Но он, видите, только благодаря ТОСам он развивается. Участники группы «Здоровье и позитива ТОС «Дачный» благодарны председателю и ассоциации ТОС региона за возможность сделать их жизнь более яркой и радостной. Работа в этом направлении будет продолжаться. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. В читальном зале Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина открыли большую книжную выставку. На ней представлены новинки, выпущенные ведущими российскими издательствами. Более подробно о выставке в материале Ирины Антоновой. Около двух тысяч книг самой разнообразной тематики для читателей всех возрастов представлены в читальном зале Дворца книги на большой книжной выставке, листая новых книг-страницы. Все это новинки книжного фонда. По словам директора Дворца книги Светланы Нагаткиной, подобное мероприятие проводится впервые. А вот в прошлом году правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» решило поддержать библиотеки. Вы знаете, что они поддерживают библиотеки как открытие модельных библиотек. У нас в области уже существуют такие библиотеки в городе. И, наконец-то, выделяются деньги на комплектование фондов библиотек. В конце прошлого года Ульяновская область получила от правительства Российской Федерации 5,5 миллионов рублей. Софинансирование от региона составило более 2 миллионов рублей. Из бюджетов муниципальных образований было выделено почти 180 тысяч рублей. Всего на эти деньги было закоплено более 26 тысяч книг для библиотек области. Но это еще не все новые поступления. В прошлом году на федеральные средства 18 тысяч книг поступили в модельные библиотеки. Для сотрудников библиотеки и их посетителей это настоящий праздник. Такое обилие литературы, и не просто литературы, а литературы именно собранной по интересам, которая отражает сегодня именно качество издательства очень многих книг, которые становятся настоящими фолиантами. Нина Ивановна, читатель Дворца книги с полувековым стажем, тоже выбрала для себя книгу. 25 глав моей жизни. Не идет речь о жизни и деятельности великой княгини Ольги Куликовской, Романовой, которая была прекрасной художницей. Репродукцию ее картин тоже можно увидеть в книге. А писатель Илья Таранов остановил свой выбор на исторической литературе, отметив серию «Великие полководцы». Но сказал ей о печальном факте. В библиотеках мало книг ульяновских писателей. Конечно, мне хочется больше видеть книги русских писателей, советских и наших современников, в том числе и наших ульяновских писателей. У нас очень много замечательных писателей, но, к сожалению, их мало издают. Илья Александрович заодно похвалился подарком – книгой про историю села Новая Ильма в Дрожановском районе Республики Татарстан, которую получил прямо на выставке из рук самого писателя Николая Ларионова. Материалы для книг я начал собирать 35 лет назад, не поверите, в 86-м году. А уже писать как бы целенаправленно где-то в 2060-м году. Вот 10-12 лет вот написал. Она 400 страниц, она издана на народные деньги, собирали всем миром и в деревне, в своем селе, и уроженцы нашего села, которые живут там в Сибири, Тюмени, где-то там в Казани, Москве, по всей России живут. Также Николай Николаевич подчеркнул, что организации такой выставки – отличные идеи. В разговоре он привел интересное сравнение, назвав библиотеку почтовой лошадью, которая доставляет книги от писателя к читателям. Познакомиться с выставкой можно будет до 22 апреля. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет мокрый снег. Температура днем составит плюс 2 градуса. Ветер западный до 8 метров в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. А на этом у нас все. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на телеканале Управда ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова